окончательно и бесповоротно приветствую вас друзья у аппарата зоди на аппарате запасайтесь булками готовьте лимонад друзья мы продолжаем наше прохождение и мы находимся а я даже не знаю как сказать где мы с вами находимся то ли это воспоминание то ли это еще что-то в общем здесь мы смогли даже буквально парой слов переброситься с нашим отцом давайте дальше разбираться что мы еще можем сделать ржавый ключ почему второй после загрузки игры появился неожиданно мы же подбирали уже ключ вообще-то давайте мы не можем выбросить ладно так туда мы пройти по-прежнему не можем а что мы еще можем нам нужно здесь подобрать к каждой картине а предметы которых там не хватает на изображении также также в какой-то колонии нам сказали что-то спрятано для потомков может быть это важно не поддается не поддается не поддается так а лестницу лестницу мы туда подняли точнее опустили а кстати подождите так мы ее опускали получается когда мы были в другой а вариации вот этой реальности скажем а теперь она осталась и мы можем не дружно все эти годы да да а теперь мы можем ее пользоваться и так а ну-ка давайте давайте тогда воспользуемся вот зачем мы ее опустили потому что она остается нужно теперь в каждой вариации реальности все осмотреть так вот отсюда допустим пойдем направо стоп лучше с кольцом кольцо нам если что подскажет что-то не поддается колонны нужно проверять не поддается во а веер если я не ошибаюсь они появились в китае иногда их использовали как оружие веер 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 а может быть там в женщине в руку допустим веер дать попробуем так кольцо тут все еще светится но это показывает вот это место но тут и будет светиться значит не поддается не поддается так но тут мы по кругу в принципе обошли попробуем с веером сейчас разобраться но мне кажется вот этой женщине вот в руку как раз таки дать веер было бы в принципе в тему давайте попробуем да превосходно нам еще осталось вот сюда но здесь похоже на книгу и вот здесь вот он непонятно что угодно может быть так давайте мы тогда знаете что теперь перейдем нет не в эту реальность допустим а вот сюда попробуем вот так вот теперь забраться по лестнице это же осмотримся кольцо это как будто бы будущее когда уже здание устареет вот начнет разрушаться там было настоящее и прошлое когда она только подстроена чистенькая новенькая подзорная труба атакую обычно использовали моряки или военные в очень стародавние времена слушайте там военному в руки и и наверно дать им не саблю как я думал или оружие какое-то а подзорную трубу точно отлично вот это отлично мне показалось ли звуки были как будто кто-то сверху прошелся так так намек понял колонна да еще и разрушенная уже а как же нам что же нам с ней сделать то слушайте у меня такое ощущение что вот эти вот лишние предметы некоторые допустим вот этот растворитель можно выбросить зачем нам надо потому что у меня ячеек вообще не остается вот что-то подберу сейчас и куда его взять то у нас очень много керосина но пускай будет это нужно обязательно ножницы на перерезать веревки нужны вот ключ какой-то забагованный болторез нужен но это все нужно вот мне к примеру я так понимаю нужно взять что-то чтобы разбить эту колонну на ломиком нельзя может быть кувалда где-то будет о превосходно вот то что нужно надо же не пришлось куда-то далеко идти а что значит некуда применить ну вот там вот сюда вот примени не понял а почему некуда применить ведь как бы понятно сейчас что нужно вот эту вот колонну вот 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 ее нужно разбить а может ее нужно не в этом временном промежутке разбивать и здесь она уже разбита нужно ее запомнить скажем так и прийти в другом временном промежутке там разбить или угол правильный подобрать сейчас слушайте странно так давайте попробуем запомнить ее местоположение вот напротив лестницы и чуть-чуть вот сюда сдвинуться вот это вот будет она вот тут вот слушайте стоп может быть сюда да нет в колонне было сказано попробуем в другом временном промежутке давайте допустим когда только все строилось может в этом суть сейчас нам просто показали колонну так так тем более ну а ёлки-палки да чтоб ты была здорова тетя хорошо что здесь есть на что стать иначе полетел бы кувырком ай так прекрасно я теперь застрял ну как мне теперь выстрелить да вы издеваетесь а да есть ёлки-палки что я хотел сказать не важно я уже забыл а тем более там уже колонна разбита видимо там уже что-то забрали что внутри было возможно это как бы такая подсказка что вот там она уже разбита поэтому бесполезно там ее ломать дальше где лестница вон она так это же вот это получается колонна ну да все правильно логично в принципе ребята это вообще реально это возможно с какой силой нужно ударить чтобы сломать вот так вот кувалду а это вообще реально что ли вот такое вот сделать так а что в итоге выпало ничего не вижу а нет ничего не выпало книга видимо это и есть послание строителей это не та книга которую нужно положить туда к собаке да вот закладочкой как раз там как и так и нарисована тень подходящая ну отлично тогда значит головоломку с картинами мы сейчас в принципе постепенно решим только нужно переместиться во временной промежуток нормальный вот итак на тебе мы ложим сюда на подзорную трубу держи у тебя есть у тебя есть у тебя есть ну и вот теперь собаки сюда картину а то как же ну не картину книгу как же собака без книги держи превосходно здесь нам наверное делать больше ну да в принципе что нам тут еще делать а я бы в начале сходил бы на сохранился ну просто так на всякий пожарный я люблю вручную сохраняться а потом уже пойдем куда-то вообще туда стоп а там еще что-то вон есть а вот так на другое дело а туда как попасть или это мы туда как раз сейчас и придем или нет нет слушайте вот так вот так это я мог вот сюда пройти сразу а я что-то об этом не подумал ой что такое ты так резко дернулся вперед что я перепугался так керосин слушайте давайте мы наверное пока что брать его не будем если что сюда вернемся и возьмем у нас пока что запаса хватает я хочу чтобы были ну просто вот на всякий случай свободные ячейки вдруг еще будут головоломки предмета которые нужно подбирать семь из семи достижение дали мечта детства собрать семь игрушек космонавта да ладно все коллекционные предметы нашли такое бывает крайне редко что это за место здрасте приехали ой ты че нет я могу выйти все нормально так стоп а ну-ка давайте где у нас соломик некуда применить почему некуда вот сюда применить хотя вряд ли мы в то окошко пролезем да и нам вроде сюда не нужно может быть потом ну странноватое место это странноватое ладно ну тогда идем в общем только сюда так я бы что там как глаза горит я бы все-таки сохранился после этого на всякий пожарный что такое зачем я это сделал ничего не дало ой 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 зачем я это сделал может там прогорит и будет что-то допустим ключ ну пусть тебе горит так туда вроде есть дорога а здесь там вроде что-то есть и здесь что-то есть елки палки а куда нам надо то ну давайте пойдем сюда что ли здесь вроде тупик картина и вроде там нарисована как раз таки квартира ты че такое ой слушай не надо а он деревянный он горит может ли этого мы здесь разжигали побежали побежали быстренько а загорится ой давай гори гори ясно чтобы не погасло ну тогда понятно неужели тоже плод моего воображения неужели вообще непонятное нечто но деревянное значит горит хорошо так стамп картина наверное нам туда и нужно чтобы вернуться обратно в квартиру тогда подождите можно было сюда привезти наверное здесь поджечь мне любопытно что тут а так тут тупик это машина вот что-то горело дали достижение фото модель так у меня наверное паранойя но мне показалось что там чей-то силуэт был ну ладно это же я кто сделал все эти фотографии а главное зачем причем это фотография когда мы были внутри картины стоп ничего нету сзади и и все ну ладно так а ну-ка давайте с кольцом ну ну через картину я думаю мы вернемся в квартиру сейчас значит здесь мы в принципе завершили ну да в принципе что еще мы тут можем сделать головоломку с картинами мы решили во всех временных отрезках побывали мне кажется сюда я больше не вернусь нужно осмотреться в последний раз а это ты к чему может быть что-то изменилось это может он нам подсказывать слушайте давайте пробежимся по всей локации по-быстрому может нам отец что-то скажет еще новое просто я думаю он не зря эту фразу говорит и сюда мы больше не вернемся да чтоб ты был здоров перепрыгни ну прыгать ты не умеешь да ты даже бегать не умеешь и ходить ползаешь все сдох посмотрим может отец нам скажет новую фразу ну двери все я проверять уже не буду там их много вряд ли они откроются не скажешь ничего ладно тогда я пошел а может за керосином сбегать да ладно не надо вроде запас у нас есть и проблем с ним вроде как пока что не наблюдалось у нас хотя в начале игры я помню я волновался по этому поводу так у меня с горлом определенная проблема потому что дичайшая жара и пью в основном только ледяную воду иначе просто невозможно вытерпеть поэтому горло дает просадки так давайте сохранимся первым делом а дальше а дальше что найти топор чтобы уничтожить экспонат топор топор ну экспонат это зеркало получается там стоит а топ где мы топор возьмем а стоп подождите сюда топор все вспомнил точно символы ведь я аж еще после записи перерисовал себе на бумагу символы эти специально чтобы не забыть только забыл теперь где находится эта дверь вот сюда вроде да нет а стоп нет не сюда вот сюда мы сейчас получается берем топор ломаем экспонат ну что дальше будем думать потом так и здесь нам нужно нет не такой а вот этот здесь вот этот а здесь вот этот а вот а вот а вот а вот а вот а вот Так, опять сохраниться на всякий пожарный. Вот так. А ну что? Больше ты никому не навредишь. Никогда. А ты не мог это сделать монтировкой, да чем угодно? Это же зеркало, это стекло. Его разбить можно было, да хоть камнем. Что ж такое с горлом? Хоть камнем можно было разбить это стекло. Зачем было топор искать? Вот этого я не понимаю момента. Это немножко прям притянуто за уши. Мы, кстати, вернулись. Мы находимся на чердаке. Так, перед тем, как спускаться вниз, давайте проверим, поменялось ли здесь что-то уже, ну, чтобы уж окончательно. А значит, всему виной было именно вот это зеркало. Какое-то проклятое древнее зеркало. Так, ну, здесь вроде все в порядке, ничего не поменялось. А внизу... Я просто подозреваю, что сейчас уже будет, скорее всего, даже финал, потому что... Ну, потому что мы, как бы, уничтожили экспонаты. Наверное, проклятие снято. Это... И все. И мы вернулись уже обратно в реальность, скажем так. Сейчас просто выйдем, и все. Тем более, раз уж мы нашли даже все коллекционные предметы, ну, то есть эти фигурки космонавтов, то наверняка, как бы, мы уже нигде не побываем. Все локации уже мы осмотрели. Так, это мы здесь были. Все в порядке, ничего не поменялось. Ну, тогда все. Тогда уходим. Ай, тут уже темно. Темно уже. И страшно. Интересно, сколько я пролежал тут? Уже ночь на дворе. Стоп, а здесь зеркало целое? А, оно разбитое. Стоп, а мы мошим? Здесь не надо его разбивать? Нет? Три двадцать семь ночи. Сосед спать пошел. Любопытно, а что за ситуация с соседом? Почему наш отец наблюдал за соседом? И что тут сосед там делал? Так долго стоит, разговаривает со стенкой. Этот момент, кстати, нам в итоге не раскрыли никак абсолютно. Эту картину, получается, нарисовал наш отец. Продолжение следует... Продолжение следует... Еще раз перед уходом осмотримся. Старинное Трюмо, Глобус, Два Принца, Флейтист, Граммофон. Перечень поступлений просто... Ну ничего не поменялось. Все? Не поддается. Не поддается? А что нам надо? Не поддается, не поддается... Покинуть мастерскую. Так, подождите, а мы не можем. Стоп, 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 а может быть... Нет, ну это само собой не то. Эм... О! Что-то произошло. А... алло? Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Это не мы там на картине, а? Ха. Это мы там, наш герой на картине оказался. Ну, в общем, вот так вот игра заканчивается, получается, да? Ладно, это финал игры, и давайте подведем итоги по поводу этой игры. Игра на самом деле очень даже неплохая. Да, есть некоторые проблемки, на которые стоило бы обратить внимание. Например, то, что персонаж практически не способен бегать, не способен ходить даже нормально. Он просто ползает с очень маленькой скоростью. Это неудобство. И другие всякие неудобства. Есть мелочи, которые можно исправить. Но в целом игра очень любопытная, и мне понравилась. Здесь есть и головоломки, и некоторые моменты экшена, и исследования. И довольно неплохо для инди-хоррора. Игра не то чтобы очень страшная, но несколько вот таких вот скримеров было, которые мне прям понравились. Игра не то чтобы качественно, но терпимо, скажем так. Звучит тоже нормально. Мне понравилась, как игра озвучена. Довольно-таки приятно и качественно. И в целом, в целом довольно неплохая игра. Надеюсь, ребята, вам понравилось так же, как и мне. Спасибо вам большое за просмотр. Не забывайте подписываться на канал и ставить пальцы вверх. А как обычно, с вами был Зоди. Удачи, друзья. Встретимся в новых замечательных прохождениях. Пока-пока. В игре, оказывается, есть две концовки. Сейчас мы с вами посмотрим на вторую концовку. Только что я получил топор. И чтобы получить вторую концовку, нам нужно не зеркало вот это вот уничтожать, а вот этот вот глобус. Больше ты никому не навредишь. Никогда. Ну, посмотрим, что теперь изменилось. Прошлая концовка была не очень хорошая, если честно. Потому что... Нас в итоге забрали призраки. И поместили в картину. Посмотрим, что изменится теперь. То есть суть в том, что зеркало было, оказывается, неправильным артефактом. В той же комнате еще один артефакт стоял глобус. И именно он вызывал проклятие, а не зеркало. Интересно, сколько я пролежал тут? Уже ночь на дворе. Хотя, в принципе, глобус, вот он стоит и не уничтоженный. Или это не тот глобус? Жалко, что не раскрывается история вот этого соседа. Что с ним не так? Почему мы за ним наблюдаем? Алло? Наконец-то! Где я тебя носила? Я чуть с ума не сошла! Все хорошо, не переживай. Мне тебе нужно столько рассказать.